уважаемые раки всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 21 по 27 февраля включительно расклад подойдет как для женщин так и для мужчин поэтому я вас всех без исключения приглашаю к своему столу события этой неделе я рассматриваю в общем самые основные самые важные моменты о которых вам нужно непременно знать касающиеся работы текущих дел финансов возможных вложений кредитов рассмотрим в этом раскладе скрытые факторы о чем вам нужно знать уже сейчас для того чтобы избежать каких-то сложных моментов посмотрим что происходит в вашей личной жизни в вашем приватном приватном пространстве и те кто в паре и те кто в свободном поиске посмотрим чем для вас эта неделя завершится и возьмем для вас карту основного совета также вы сейчас традиционно можете загадать картам один вопрос желания карта которую я достану произвольном порядке после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на ваш вопрос думайте сейчас о своем желании колода настраивается именно на вас напоминаю что это таро прогноз вы можете смотреть как по своему основному знаку зодиака также и по студенту и то и другое правильно но таким образом у вас будет больше информации для анализа сегодня я работаю на колоде таро ленорман также это совмещенно и цыганский оракул поэтому в этой колоде сразу три предсказательных системы также нам будет помогать сегодня таро люцифера и дополнительные карты я буду брать из 2 парацельса которая тоже нам будет помогать колода полностью готова и мы с вами можем начинать кому нужно больше времени для того чтобы загадать свой вопрос желания нажимаете на паузу а я продолжаю и так ваша первая карта на начало этого периода уважаемые раки все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению хочу сразу обратить внимание на центральную карту которая выпала ваша склад сама его сердце и это восьмерка жезлов карта очень активно и она говорит о том что все таки для многих эта неделя будет очень динамично но события будут разного характера чем же для вас знаменательна эта неделя этот период прежде всего выбором перед которым многие из вас будут стоять как женщины так и мужчины потому что первой картой вашем раскладе выпал старший аркан влюбленных для кого-то эта карта напрямую может касаться темы выбора в любви для кого-то это выбор в работе в партнерстве и в текущих делах но сама по себе эта карта стабильности и равновесия и она говорит о том что в начало этого периода вы входите уверенные в себе я есть рядом с вами те люди которые вас поддерживают скорее всего это кто-то из противоположного пола это кто-то из старшего поколения возможно это какие-то важные друзья или родственники от которых тоже что-то может зависеть вашей жизни сама по себе эта карта также показывает и поддержку вас высшими силами вашего ангела-хранителя и эта карта говорит о том что вы с кем-то как будто бы находитесь в содружестве и вот эта дружба вам будет здорово помогать если говорить о теме выбора несмотря на то что по-прежнему у вас есть выбор и в любви и в делах в чем-то эта карта предполагает то что где-то ваш выбор уже предрешен высшими силами скорее всего вы точно знаете как вы будете действовать в будущем но здесь вам все равно понадобится счета поддержка и помощь если говорить о вашем общем запасе энергии карта очень сильно и она говорит о том что вы себя чувствуете вполне комфортно даже если меня смотрят те люди у которых есть недомогание хронического характера эта карта может показывать то что либо вы проходили определенный курс лечения либо проходите лечение для вас подобрано правильно и вы быстро сможете идти на поправку но на основные события этой недели выпала все-таки карта пятерки жезлов и эта карта говорит о том что на этой неделе у вас с кем-то могут быть яркие споры и конфликты при том те споры которые провоцируете не вы а как будто бы вас кто-то втягивает в конфликт заведомо пытаясь выбить у вас почву из-под ног эта карта может показывать любую конкуренцию для вас из внешнего мира но для кого-то эта конкуренция в вашем ближайшем окружении когда вы с кем-то не можете договориться и по этой карте вас могут обвинять в чем угодно даже в том в чем вы не виноваты эта карта может говорить о том что в какой-то момент вы либо излишне расслабились либо теряете бдительность и вот в такой момент вам кто-то может наносить удары когда вы их не ждете если говорить о мужчинах раках то такое впечатление что рядом с вами воюют женщины или женщины в чем-то в отношении вас проявляют недовольство но центральная карта говорит о том что вы пытаетесь найти выход из любых жизненных ситуаций великолепно карта для работы и для дел хотя и в работе в делах вы тоже с кем-то можете конкурировать в работе есть выбор вариантов эта карта может говорить о том что кто-то работает посредством интернета на расстоянии для кого-то эта карта может показывать любого рода возможностей и дополнительного заработка либо того что вы могли бы что-то в работе улучшить эта карта скорости возможно вы сами в чем-то ускоряетесь возможно вы торопитесь с кем-то наладить контакты и мосты к вам будут поступать также взаимовыгодные хорошие предложения которые стоит рассматривать если у вас есть кому что предложить из своих услуг обязательно предлагайте все это на рынке будет очень востребовано эта карта может показывать любого рода командировки даже если у кого-то работа связана с разъездами с дорогами тоже все не так уж плохо но мне не нравится та карта которая закрывает ваш расклад и показывает то чем эта неделя для вас завершится последняя карта в раскладе для вас выпал король чаш перевернутом виде и если говорить о мужчинах раках вот эта карта показывает вас собственной персоной поэтому если смотрят меня мужчины раки повышенное внимание сейчас к тому что я вам скажу эта карта говорит о том что вы сами своими действиями себе вредите эта карта может показывать смену настроения психологическую неуравновешенность и то что вы еще кому-то в своем ближайшем окружении способны испортить нервы и настроение в отношении кого-то вы проявляете недовольство и эгоизм эта карта может показывать ваши капризы и вредные привычки неправильные привязанности либо неправильное мышление но почему-то вы считаете что вы правы вы никого не хотите слышать никакие доводы и никакие аргументы вам не интересны вам интересно только то что думаете вы если говорить о женщинах то как раз вот в вашем случае ваши нервы будут испорчены из-за мужчины который рядышком с вами будет попросту выносить вам мозг своим поведением и своими требованиями ну давайте мы сейчас перейдем к нашим семейным парам и посмотрим что конкретно происходит в ваших домах и ваши дома выпала двойка пентаклей в перевернутом виде и карта старшего аркана повешенного как видите не случайно для семейных пар тоже выпали две сложные карты они говорят о том что в доме явно не хватает финансов и об этом говорит двойка монет в перевернутом виде она и в прямом значении говорит о том что слишком много хлопот суеты трат по мелочам но в вашем случае мало того что денег не хватает но они еще как будто бы и тратятся не по назначению или несмотря на то что денег маловато вы тратите где-то и в какой-то момент бездумно тем самым ухудшая положение текущих дел и карта повешенного говорит о том что ваша вторая половинка буквальном смысле слова может не хотеть с вами общаться отношения которые зависают отношения которые не развиваются вы друг друга абсолютно не слышите и вам не интересно мнение друг друга ваша вторая половинка считает себя жертвой в этих отношениях но вы также себя считаете жертвой вы друг друга можете обвинять в том во всем в чем угодно и несмотря на то что рядышком с вами в центр расклада выпала карта выбора возможности того что что-то исправить вы каждый начинаете уходить в себя вместо того чтобы решать какую-то создавшуюся проблему таким образом отношения вы конечно не улучшите для кого-то из вас эти карты могут говорить о том что возможно вы ранее куда-то вложили деньги не совсем правильно и теперь остро в них нуждаетесь в подсознании каждого из вас я вижу есть желание деньги накопить но накопить так чтобы об этом не знал ваш партнер или партнерша вот что показывает расклад давайте посмотрим что происходит у наших свободных раков вашей личной жизни и в ваших делах для вас выпала карта пятерки чаш карта старшего аркана луны и карта четверки монет карта пятерки чаш снова таки говорит о том что очень много эмоций нервов касательно вашей личной жизни может быть самых родных и близких людей помимо всего этого рядом с вами от ваших же близких исходит очень много зависти очень много лжи и вот эта карта говорит о том что кто-то пытается повлиять на ваше сознание на ход ваших мыслей возможно вам кто-то пытается внушить свои мысли для того чтобы вы действовали так как удобно кому-то они так как удобно вам если говорить о личной жизни здесь тоже возможно вы имеете дело с несвободным человеком либо человек вам что-то обещает но при этом он или она с вами не искренен карта лисы заведомо говорит о лжи карта луны это подтверждает она может показывать и измены и отношения сразу с несколькими партнерами человек может находиться в семье обещать вам что разведется но этого делать не собирается но может быть и такое что кто-то скрывает то что находится в серьезных отношениях а вы для него это просто флирт или просто игра поэтому то что касается любых новых знакомств в этом периоде для тех кто еще не в паре они для вас возможно об этом говорит восьмерка жезлов о том что вы интересны противоположному полу но спешить не стоит по крайней мере в этом периоде потому что в вашу жизнь могут входить партнеры психологически нестабильные либо люди с какими-то своими финансовыми бытовыми проблемами которые еще за счет вас попытаются что-то разрешить и у вас уже был такой горький опыт когда за счет вас кто-то что-то пытался решать даже сейчас настоящее время кто-то что-то пытается решить за счет вас даже со стороны ваших самых родных и близких людей скорее всего вы чувствуете вот эти манипуляции две вот этих карты в комбинации могут для кого-то из вас также говорить о наличии магии возможно вы сами думаете о том чтобы что-то исправить своей жизни с помощью магии но возможно вы думаете о том что на вас кто-то оказывает магическое влияние если говорить о женщинах рядом с вами есть еще какая-то женщина из семьи с которой вы тесно общаетесь но женщина которой нельзя доверять кто-то пытается выведать как у вас дела как вы живете сколько вы зарабатываете тут же вас кто-то обсуждает тут же эту информацию искажают и тут же вас кто-то может поливать грязью поэтому думайте о своих интересах и четверка монет говорит о том что вам нужно накапливать деньги даже если кто-то бьет на вашу жалость просят вас о помощи думайте о том что вам самому или самой также нужны эти деньги если вы кому-то деньги даете то такое впечатление что безвозвратно либо люди которые у вас могут в этом периоде одалживать заведомо знал что отдавать вам не будут то что касается текущих дел и работы здесь тоже все смутно и непонятно вы как будто бы ни в чем не уверены есть какие-то стабильные доходы но для вас их недостаточно в рабочем ближайшем окружении также очень много лицемерия сплетен интриг и игры в большей степени это касается женщин и женских особ потому что карты напрямую показывают женскую злобу но давайте все таки возьмем дополнительные карты и для тех у кого есть основная занятость и для тех кто в поиске работы для тех кто работает несмотря на то что вы неплохо можете зарабатывать я вижу что вы можете и улучшить свои доходы либо будет возможность подработки и дополнительные карты для вас свой полкороль мечей в данном периоде что-то в работе может зависеть от мужчины для кого-то это может быть важный коллега по работе для кого-то ваш начальник прямой работодатель для кого-то это может быть человек от которого зависят какие-то юридические дела и моменты в ваших делах то что касается юридических моментов особенности все те кто работает на себя здесь что-то нужно привести в порядок или в работе в делах во что-то нужно будет внести ясность в этом периоде в особенности мужчинам и так полагаю что у многих работа интеллектуально и вы будете пользоваться своими знаниями и своим умом но эта карта говорит о том что что-то нужно делать быстро уже в кратчайшее время для женщин что-то может зависеть от мужчины но как бы там ни было даже эта карта говорит о том что доходы будут давайте возьмем дополнительную карту для тех кто в поиске работы что нужно знать вам для вас выпала карта старшего аркана папы эта карта может показывать то что в общем-то высшие силы вас помогают отводят вас от ненужных вариантов потому что по этой карте я вижу что вам могут поступать предложения но не все из них стоит рассматривать эта карта предполагает тестирование или то что вам предстоит определенная сдача экзаменов либо то что вас будут оценивать вас могут прослушивать эта карта может показывать любого рода собеседования но эта карта напрямую может также говорить о том что кому-то не хватает опыта или знаний если есть определенное рабочее направление которому вы хотели бы следовать вот здесь конкретно может не хватать знаний и вам чему-то нужно будет подучиться если вы проходите собеседование вам нужно будет показать то что вы лучше кого-то блеснуть своими знаниями и своим интеллектом чтобы одобрили именно вас чтобы вы не оказались вот этой темной фигурой человеком которому отказывают но в чем-то все-таки опыта на сегодняшний день не хватает ну я думаю что вы сделаете для себя соответствующие выводы работу найти все-таки вы можете многие то что касается ваших финансов что происходит с деньгами на самом деле в дом финансов для вас выпала тоже активная карта это тройка чаш и все-таки эта карта говорит о радости в отношении денег скорее всего идет какая-то для вас приятная информация это получение может быть на руки определенной суммы которая вас порадует и эти деньги могут быть потрачены на отдых на развлечения на удовольствие на встречи с друзьями на вечеринки главное чтоб во всем этом не было переборов потому что если говорить о мужчинах у вас тут явные переборы в чем-то и если вы начинаете гулять или расслабляться такое впечатление что вы либо в чем-то неразборчивый либо вовремя не можете остановиться но свои доходы вы можете увеличить даже если смотрит меня те люди которые не работают вообще эта карта уже в этом периоде говорит о финансовых поступлениях скорее всего от тех людей которых вы хорошо знаете также эта карта говорит о том что если в делах в работе вы с кем-то будете объединять свои усилия не ругаться не конфликтовать результаты будут гораздо лучшими если именно в этом периоде кто-то из вас захочет оформить небольшой кредит то для вас это возможно вас одобрят но не стоит брать в долг какие-то крупные суммы если в этом периоде вы куда-то должны носить деньги тоже они у вас будут для того чтобы решить текущие вопросы и на внешний мир для вас выплат также тройка но в данном случае это старший аркан императрицы поэтому если смотрит меня женщины вот эта карта может показывать вас собственной персоной и говорить о том что вы многое должны взять под свой полный контроль по этой карте вы будете успевать везде и дома и на работе и в социальной жизни это что касается ваших хобби и увлечений все в ваших руках все будет так как вы хотите но я вижу что рядом с вами слишком много раздражающих факторов всего того что может вас нервировать вносить в вашу жизнь смуту или раздражительность почему это говорю потому что даже вскрытые факторы для вас выпала карта восьмерки мечей карта пажа мечей и карта старшего аркана отшельника две карты мечей говорят о том что вы глубоко страдаете из-за каких-то семейных моментов у тех у кого есть дети сейчас очень много будет переживаний связанных с вашими детками в особенности у тех у кого дети взрослые или подростки это может касаться их роста образования но даже если дети маленькие могут детки болеть и вот эта карта может показывать помощь врача или то что обратиться к врачам в ближайшее время понадобится для того чтобы либо ребенка подлечить либо обследовать но и лично для вас вот эти карты говорят о том что из-за того что вы слишком что-то пропускаете через свое сердечко вы сами можете себя чувствовать некомфортно в особенности если говорить о женщинах из-за семейных проблем вы чувствуете себя как будто бы истощенными у вас как будто бы на что-то не хватает сил и вот эта карта может показывать конфликты по мелочам выяснения отношений это что у вас кто-то из ближайшего окружения сознательно провоцирует на вот эти самые конфликты и вы здесь вынуждена отвечаете потому что промолчать не можете вот эти карты говорят о том что где-то рядом с вами есть помощь если вы в чем-то очень сильно сомневайтесь из-за чего-то очень сильно переживаете карта отшельника может показывать человека который вам в чем-то может помочь для кого-то это может быть старший человек немножечко по возрасту это может быть как мужчина так и женщина для кого-то это может быть даже ваш духовный наставник или проводник для кого-то психолог для кого-то врач а для кого-то это может быть даже учитель потому что здесь мы видим учащегося человека которому не хватает знаний и возможно если вы сами чему-то учитесь или ваши дети знаний пока недостаточно и вам нужны дополнительные уроки и помощь учителя на завершение этого периода как и говорилось ранее выпала карта короля чаш перевернутом виде поэтому если говорить о мужчинах раках вам стоит задуматься о своем образе жизни о своем поведении и о своих поступках но выходные дни вы явно что-то делаете не так либо отдыхаете неправильно из-за вас еще нервничают и напрягаются те люди которые рядом с вами это касается вашей семьи давайте возьмем для всех карту основного совета для женщин и для мужчин и на основной совет для вас выпала карта девятки чаш конечно эта карта говорит об отдыхе и о том что вам нужно расслабляться нужно отдыхать уметь вовремя переключать свое сознание на что-то приятное эта карта может говорить о том что ближайшее будущее у кого-то намечаются в семье может быть в роду либо среди близких праздники дни рождения юбилей торжественные события которым нужно подготовиться возможно вам нужно самому что-то организовать или подготовить заранее кому-то подарок или сюрприз если вас кто-то куда-то приглашает не отказывайте себе в этом но если говорить о мужчинах без переборов и давайте посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпла карта старшего аркана папы карта высших сил и конечно эта карта дает однозначный уверенный ответ да здесь вам сопутствует удача и если говорить о женщинах то скорее всего ваш вопрос может зависеть не только от вас но и от мужского лица человека который вам в чем-то поможет это человек который старше вас возможно это кто-то из думы из семьи но для кого-то это может быть важный человек из внешнего мира который может являться чиновником и самое главное эта карта веры и она говорит о том что в отношении вашего вопроса не теряйте веру в себя в свои возможности в свой потенциал и в то что что-то должно получиться получится обязательно и давайте возьмем еще три дополнительные карты и старой люцифера и спросим что еще вам было бы интересно знать в этом периоде информация и для женщин и для мужчин карты буквально спешат на стол сами собой разворачиваются и что мы видим для вас прежде всего первой картой снова таки выпала карта выбора смотрите несмотря на то что вот это колода относится совершенно к другой предсказательной системе она никак не связано с предсказаниями 2 это независимая система но вот эта карта 22 аркана тоже предполагает для вас в чем-то выбор и обратите внимание на то что ваш расклад начинался с карты влюбленных и эта карта тоже говорила о теме выбора это говорит о том что из-за чего то есть сомнения затруднения либо двойственность 22 аркан говорит о том что в чем-то вам жизнь предложит равноценные шансы и возможности будет два варианта того как вам нужно действовать и оба будут хороши все будет зависеть от вас но вот эта карта говорит о том что очень много споров вопрос может упираться в финансы у тех у кого конфликт именно в работе и вы не знаете что вам делать в особенности у тех у кого есть какие-то важные сделки или продажи будьте аккуратны на том рынке на котором вы находитесь желательно работать по предоплате либо вы себя должны чем-то перестраховывать потому что вот эти карты могут показывать манипуляции со стороны других людей либо кто-то вас может пытаться разводить грубо говоря в деньгах либо в каких-то финансовых операциях и вот эта карта предполагает то что на сегодняшний день кто-то из вас может оказаться в долгах если вы свои деньги будете вкладывать неправильно эта карта может говорить о том что у кого-то уже есть существующие долги которые нужно закрывать но если должны деньги вам то вам крайне тяжело их вернуть и снова мы здесь видим спор сама по себе вот эта карта очень конфликтная и она говорит о том что из-за чего-то конфликты неизбежны уважаемые раки таким для вас был расклад на этот период пишите в обратных сообщениях насколько эта информация для вас была интересной полезной важной подписывайтесь на мой канал все те кто еще не подписан я вам всем желаю большой удачи и я не прощаюсь с вами я вас всех жду в следующих недельных прогнозах всем до свидания а